Достойный подарок к Новому году всем фанатам интеллектуальных видов спорта сделала саратовская шахматистка Наталья Погонина. Накануне она привезла серебряную медаль с чемпионата мира. С гроссмейстером встретилась моя коллега Анастасия Синичкина. Прошедший год саратовская шахматистка Наталья Погонина считает для себя более чем удачным. За последние три месяца девушка завоевала три награды в командных турнирах. Сначала были два чемпионата Европы, где спортсменки из сборной России стали первыми, потом чемпионат мира. Здесь россиянки уступили лишь команде Китая. Сейчас Наталья восстанавливает силы и готовится к очередной борьбе. Одна из важных частей подготовки это анализ собственных партий, чтобы на основе их узнать, где надо, какие минусы, что надо подлатать, что надо усилить. Сейчас у меня очень большой багаж непроанализированных партий скопился за последние месяцы. Мне надо сейчас их все проанализировать внимательно. Какое количество медалей и кубков сейчас хранится дома у Натальи, точно она и не помнит. У 26-летней девушки, но уже с 20-летним стажем игры в шахматы, наград накопилось много. Близкие называют Наталью королевой шахматной доски. У меня такой предмет гордости, это вот гроссмейстер России, это очень уникальное звание, его имеют единицы в России, потому что очень тяжелые требования. За что получили? Ну, за по совокупности результатов это выдается. То есть, когда хорошие высокие результаты, высокий рейтинг, тогда отдельным указом, приказом выдают это звание. Чтение специальных книг, блиц-игры в интернете и постоянные тренировки. Не только интеллектуальные, но и физические. Девушка уверяет, что шахматистам надо быть всегда в тонусе. Не помешает и собранность, ведь непредвиденных ситуаций на турнирах бывает много. Один раз у нас на клубном чемпионате России мы играли, это было Дагомос, недалеко от Сочи, там вырубило весь город. Мы играли при свечах. В общем, был очень романтичный турнир. Ну так, тур, скажем так, один тур. Мы играли два часа при свечах, надо было доиграть. И вот сейчас вот играла в 2011, в прошлом году, в Гибралтаре играла, очень красивое место. И там тоже весь Гибралтар неожиданно отрубилось под станцией. Но там мы не могли играть при свечах, почему-то свечей не было. И там просто два часа приходилось, был перерыв партии. Шахматы Наталья считает и работой, и любимым занятием всей жизни. Но находясь в кругу семьи, гроссмейстер предпочитает забывать на время о своем призвании. Как и ее муж. Петр хоть и сам КМС по шахматам, но с женой старается не конкурировать. В первое время, да, немного Блиц играли. То есть такие короткие и веселые партии. Потом я понял, что это принимает очень тяжелый для меня оборот. Если мы играем в Блиц, когда посмотрел на счет, то понял, что лучше, наверное, что-то другое. Мужчина может себя проявить лучше в чем-то другом, чем в игре шахматного. Сейчас у шахматистки подрастает сын, но Наталья Погонина не уверена, что он продолжит шахматную династию. Говорит, уж слишком неуседчивый. В этой семье много и других увлечений. Они создают сайт и вместе пишут книгу «Шахматная Камасутра». Анастасия Синичкина, Олег Захаровский, Алла Хрунова, Вести, Саратов.